Добрый вечер, коллеги. Давайте начнем нашу восьмую секцию. Рад вас всех приветствовать. Меня зовут Александр Партин. Я сопредседатель кластера RIEC Privacy Legal Innovation, адвокат и партнер компании Privacy Advocates. Сегодня на нашей секции у нас потрясающие участники и мы поговорим о такой теме, как баланс частных и общественных интересов в регулировании. Как все мы прекрасно знаем, при принятии новых актов нужно соблюсти интерес всех интересантов, как говорят стейкхолдеров. И ключевая задача тех, кто эти акты принимает, это интересы сбалансировать. Во-первых, выявить всех этих стейкхолдеров, во-вторых, сбалансировать их. Соответственно, на нашей секции мы коснемся вопросов персональных данных, искусственного интеллекта, роботизации. И во всех этих областях поговорим о примерах неудачного регулирования, удачного регулирования, а также будущего регулирования. И предложим, наши спикеры предложат, соответственно, как лучше учитывать интересы стейкхолдеров, а также расскажут на конкретных примерах, когда эти интересы были или не были сбалансированы. Я попрошу, соответственно, каждого спикера представиться, когда будет начинать сессию. У нас будет примерно 15 минут на каждого спикера. Соответственно, я буду следить за таймингом. Если спикер успевает рассказать быстрее, то вопросы, ваши вопросы спикерам с удовольствием, я думаю, коллеги ответят. И, безусловно, по окончании мероприятия, по окончании секции, каждый из нас с удовольствием также ответит на наши вопросы. Начнем. Первым спикером у нас является Алексей Мунтиан, мой коллега-сопредседатель по кластеру Raek Privacy Legal Innovation и мой партнер-основатель компании Privacy Advocates. Алексей, прошу тебя. Да, большое спасибо, Александр. Надеюсь, что сейчас выведут мою презентацию. Спасибо большое. Ну и, собственно, мне выпала честь быть застрельщиком сегодняшней секции и поговорим с вами о вечном, о персональных данных. И, конечно же, учитывая контекст нашего мероприятия, нас будет интересовать вопрос, связанный с оборотом персонали данных в сети интернет. И, конечно же, самое злободневное, что может быть, это распространение персональных данных. Кто виноват и что делать. Собственно, почему я выбрал эту тему? Потому что я в уже больше 16 лет и изучил тему с разных точек зрения и как in-house, и как внешний консультант. И, соответственно, в свое время я также работал на стороне надзорного органа, не будучи, правда, их сотрудником. И, собственно, по поводу как раз самой истории. Хотелось бы начать оптимистично, что в Privacy Compliance у вас не бывает проблем, у вас бывают приключения. И вот с точки зрения регуляторики распространения персональных данных в сети интернет, здесь как раз мой доклад будет посвящен тем самым сплошным приключениям, которые происходят. Да, немножечко предыстории. У нас, для тех, кто не знает, в 20-м году случилось эпохальное событие. Был принят 519-й федеральный закон, который был призван регулировать оборот персональных данных в сети интернет с точки зрения их распространения. Что такое распространение? Это предоставление доступа к персональным данным неопределенному или неограниченному кругу лиц. И, собственно, как раз у законопроекта был инициатор, это депутат Государственной Думы Антон Горелкин, который указал, что данный законопроект, который впоследствии в 20-м году стал федеральным законом, он поможет каждому гражданину стать полноправным хозяином своих персональных данных в сети интернет. И, собственно, основная идея, я считаю, максимально благая, хорошая и в целом, как видите, если бы это был пример удачного регулирования, на этом бы мой доклад сегодня бы и закончился. Сказал бы ура, как бы мы молодцы, все, власть теперь у нас, и мы можем дальше уже управлять своими персональными данными в сети интернет. Но все получилось не совсем так, точнее совсем не так, как это и сначально планировалось. Опять же, если мы посмотрим на те комментарии, которые давал инициатор законопроекта, что мы можем выделить? Мы можем выделить то, что по мнению инициатора, именно исходя из замысла законопроекта, он в первую очередь должен распространяться на как раз социальные сети. То есть социальные сети, по его мнению, должны брать у своих пользователей отдельное согласие на распространение персональных данных в сети интернет. Супер, классно, как бы звучит отлично. И опять же, господин Антон Горелкин указал, что при неисполнении этого требования о получении у пользователей согласия на распространение персональных данных в соцсети, как и другие операторы персональных данных, будут привлекаться к юридической ответственности. Тоже как бы все логично. Дальше смотрим, собственно, на позицию надзорного органа Роскомнадзора. В прошлом году на вебинаре, он же день открытых дверей Роскомнадзора, коллегам из Роскомнадзора был задан вопрос, считается ли размещение персональных данных в соцсетях распространением персональных данных и требуется ли в таком случае как раз брать то самое специальное согласие на распространение персональных данных. Ответ Роскомнадзора лично меня шокировал. Роскомнадзор говорит, что размещение данных в соцсетях не является их распространением. То есть, получается, что тот прекрасный 519 федеральный закон, который был принят, он не распространяется на соцсети. Тогда непонятно, зачем его принимали, потому Потому что 99% населения нашей прекрасной страны имеет возможность в первую очередь распространить персональные данные путем их размещения в соцсетях. Если ты не являешься публичным лицом в организациях, в каких-то политических партиях, либо ты не являешься высокопоставленным государственным чиновником, вряд ли кто-то будет о тебе что-то публиковать. И, как говорится, все в твоих руках. То есть ты сам можешь данные о себе разместить, опубликовав их в той же самой соцсети на своей персональной страничке. И логика Роскомнадзора на самом деле тоже абсолютно понятна и юридически корректна вроде бы. Почему? Потому что Роскомнадзор говорит, что в принципе в соцсети аудитория ограничена и определена. То есть соцсеть знает, какие там есть пользователи, и сами пользователи соцсети могут ограничивать доступ к персональным данным на своих страничках для всех лиц, включая других пользователей соцсети и лиц, которые пользователями соцсети не являются. Поэтому, оказывается, размещение персональных данных в соцсети – это не распространение. И дальше мы наблюдаем еще очень интересную историю. То есть, по мнению Роскомнадзора, согласие нам на распространение в соцсетях не нужно. А суд вообще считает, что во многих случаях само по себе согласие-то и не нужно, вне зависимости от того, является ли интернет-ресурс соцсетью, либо нет. Здесь, обращая ваше внимание, опять же, на прошлогодний очень интересный кейс, уже судебный, когда, в том числе, уже дойдя до Верховного суда, в итоге судебное решение предыдущих инстанций, оно устояло, и в рамках него было указано, что согласие субъекта на распространение его персональных данных является частным случаем согласия на обработку персональных данных. И если распространение персональных данных организации необходимо, допустим, в силу требований закона, либо если мы посмотрим на другие правооснования, допустим, в рамках договора с субъектом, то, опираясь на этот судебный прецедент, хотя у нас, конечно же, не прецедент на право, но, тем не менее, все обращают внимание на судебную практику. Так вот, обращая свое внимание именно на данный кейс, любая организация может для себя сделать вывод, что если у вас есть, как у организации, необходимость распространить персональные данные субъекта, не всегда вам нужно смотреть в сторону 519 федерального закона, который изначально, да, как бы by design планировался как ультимативное средство регулирования распространения персональных данных в сети интернет, но фактически он таким образом не работает. К сожалению, с моей точки зрения, в принципе, та конструкция, которая была заложена, 519 федеральный закон, с точки зрения регулирования распространения персональных данных в сети интернет, она оказалась мертворожденной, она просто не работает. И фактически, пусть и косвенно, это подтверждает и разъяснение надзорного органа, и подтверждает судебная практика. И, собственно, что же делать? Завершающая часть. В моем понимании, на самом деле, действительно, если мы говорим о распространении персональных данных, то подавляющее большинство сценариев связано, как я говорил, с социальными сетями. И я бы предложил не убивать 519 федеральный закон, а просто его немножко уточнить. Внести в него норму о наличии спецкатегорий субъектов, как раз этих норм, и прямо указать, что 519 федеральный закон требует получения согласия на распространение персональных данных, но именно в том случае, когда мы говорим о пользователях социальных сетей. Почему я считаю, что нужно делать именно так? Потому что пользователь социальной сети – это более слабая и зависимая сторона во взаимоотношениях с соцсетью. Потому что соцсеть может навязывать своим пользователям, особенно если это очень крупная соцсеть, те или иные правила, те или иные нормы поведения. И здесь как раз мы можем защитить, как я говорил, 99% населения нашей страны, которое свои персональные данные в сети интернет распространяет, как раз введением нормы, которая обязывает соцсети как раз получать отдельные согласия на распространение. Я даже скажу более страшную мысль, фактически соцсети это и делают. В каждой нормальной соцсети, особенно в крупных соцсетях в России, есть так называемый privacy dashboard, то есть панель управления настройками конфиденциальности, где пользователь может указывать в соцсети какие категории данных, каким категориям пользователей соцсети, либо лицам вне социальной сети он хочет показывать. То есть здесь мы просто предлагаем более тонкую настройку как раз федерального законодательства. И это как раз может привести к тому, что все-таки закон фактически реально заработает, потому что в настоящее время, к сожалению, соцсети никак на него особо не отреагировали. Ну, как бы есть закон и есть, мы-то все делаем правильно, по их мнению. Если мы говорим как раз о других организациях, допустим, если мы берем организации из фарминдустрии, компании, они заказывают у известных врачей разного рода материалы на медицинские темы, но они вынуждены сейчас со всех собирать, кроме договора на подготовку разного рода научных материалов, они вынуждены просить еще у врачей согласие на распространение их персональных данных для того, чтобы показать авторство этих материалов, что абсолютно неправильно, потому что это возмездный договор, компании за это платят деньги. Но они себя ставят в зависимости от доброй воли, как раз светил медицинской науки, и эти согласия на распространение с точки зрения 519 федерального закона могут быть в любой момент отозваны, без каких-либо веских причин, просто пользователь, то есть субъект писания данных так захотел. И это фактически ставит многие компании, которые платят за это деньги, в невыгодное и в уязвимое положение. Коллеги, на этом все. Если вам понравилось, поставьте лайк, можете скачать презентацию, QR-код на вашем экране, можете навести на него телефон и скачать, если вам презентация понравилась. Большое спасибо. Спасибо большое, Алексей. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Пока нет. У меня, у нас еще буквально есть 2-3 минуты. Леш, к тебе такой вопрос. Как бы ты оценил, насколько вот в рамках этой инициативы, как ты рассказал, желание было в первую очередь защитить права субъектов, то есть права людей. Насколько эта инициатива достигла своей цели, то есть был учтен этот частный интерес. Это первый момент. Второй момент, повлияла ли как-то эта инициатива в лучшую, худшую сторону, наоборот, данных как раз в интернете. И третий момент, как бы ты, например, предложил при подобных инициативах, какие мог бы рекомендации рассказать, чтобы лучше учесть как раз интересы стейкхолдера. Ну, отвечая на первый вопрос, я считаю, что в принципе основной позитивный эффект это то, что федеральный закон обратил внимание на проблематику распространения данных в сети интернет и действительно привлек внимание к этой истории. И в некоторых случаях он действительно дал возможность людям более эффективно контролировать распространение своих данных, потому что он, помимо прочего, дал возможность максимально жестко требовать от компаний, на чьих ресурсах распространяются персональные данные в сети интернет, как раз требовать исключения персональных данных оттуда, из этих ресурсов. С точки зрения в целом, как бы, общей механики, я боюсь, что, к сожалению, она, с точки зрения даже юридической техники, она оставляет желать лучшего. Поэтому, как бы, в моем понимании, в целом, закон на самом деле ничего нового, дополнительного к тем базовым механизмам, которые в законе персональных данных в 152-м были заложены, он не привнес. Наоборот, я считаю, что он внес некую двойственность в толковании норм, которые сейчас пытаются устранить в рамках правоприменительной судебной практики. Вот. И опять же, я бы хотел обратить внимание на еще очень важный момент. Этот закон крайне затруднил всем компаниям в сети интернет, кто занимается этим парсинг персональных данных, да, это как бы их скрэпинг. И в некоторых случаях, да, это, наверное, благо, но те компании, которые этим занимались, ну, по моей информации, они, опять же, особо сильно не обратили внимания на 519-й федеральный закон. Они и так работали в серой зоне. Вот. А те, кто добросовестно этим занимается, они получили такой костыль, но не костыль в руки, а костыль в другую часть тела, да, которым доставляет очень много, как бы, неудобств и неприятностей. Поэтому в целом я бы на самом деле, конечно, бы подошел бы к вопросу регулирования оборота персональных данных в сети интернет, как раз с точки зрения их распространения, с другой стороны. И, конечно, бы здесь я бы смотрел в первую очередь на те механизмы, которые уже были заложены, то есть зачем изобретать отдельное согласие на распространение персональных данных. У нас так уже все эти механизмы уже заложены в самом законе. Просто сделал бы определенное уточнение. Кстати, в 22-м году они были сделаны уже не в рамках 519-го федерального закона. В 22-м году из закона о персональных данных была убрана норма, что общая доступность персональных данных в сети интернет сама по себе не является правым основанием для их дальнейшей вторичной обработки теми лицами, которые осуществляют доступ к этим персональным данным. Поэтому в качестве некого итога, в моем понимании, 519-го федерального закона, к сожалению, не достиг своей основной цели. Да, он, безусловно, имеет определенные позитивные элементы, но те трудности, которые он доставляет добросовестным операторам персональных данных, которые так уже все делали по закону, и которые теперь вынуждены собирать дополнительные согласия на распространение, я считаю, что здесь баланс интересов нарушен. И, в принципе, я не готов оценить 519-й федеральный закон именно как сугубо позитивный элемент как раз в реформе искательства персональных данных. А вот по поводу учета интересов в будущем, ну, насколько я знаю, как бы многие коллеги, ты один из учредителей Российской ассоциации профессионалов в области приватности. Вот при принятии этого закона было ли учтено мнение профессионального сообщества? Насколько это в целом могло бы сыграть более позитивную роль, если бы их участие в этой ассоциации было бы более, как сказать, большим? Вот так сформулировано. Я скажу следующим образом. На самом деле самое интересное, что параллельно в 2020 году на базе «Цифровая экономика» как раз профессиональное сообщество готовило свою версию данного законопроекта, которая регулировала как раз оборот персональных данных в сети интернет с точки зрения их распространения. И в моем понимании наш законопроект был гораздо более забалансированный, потому что там принимали участие и представители профессионального сообщества. Почему мы говорим о профессиональном сообществе? Потому что мы как раз те самые люди, которые являются проводниками этих норм, которые рассказывают бизнесу в первую очередь, что это за нормы и почему необходимо им следовать, и как это лучше всего сделать. И, к сожалению, в итоге выбор нашего законопроекта пал не на наш законопроект, а на законопроект, который был предложен депутатами. Наверное, отчасти это вполне себе симптоматично, учитывая как раз то, что у нас депутаты являются такими, может быть, отчасти приоритетными субъектами законопроекта. Но, к сожалению, когда законопроект обсуждался, это было в конце как раз 2020 года. И приняли 519 закон, как говорится, под елочку. По-моему, он был подписан 30 декабря. И здесь, к сожалению, это тоже сыграло свою негативную роль. То есть те люди, которые могли бы так либо иначе поставить под вопрос некоторые положения этого федерального закона и притормозить его, но они уже были на новогодних каникулах. И здесь, конечно, это печальная история. В некоторых странах, кстати, именно привлечение профессионального сообщества и бизнеса является обязательным этапом обсуждения любых законодательных инициатив. У нас пока что, к сожалению, видимо, такой практики, такой культуры еще полностью не сложилось. Будем надеяться, что в будущем все-таки к этому придем. Спасибо большое. Коллеги, тогда мы перейдем ко второму выступлению. Хольгер Шаге. Хольгер, пожалуйста, кликер. Генеральный директор инфотропик медиа и амбассадор Европейской ассоциации Legal Tech в России. Коллега по кластеру РАЭК, Privacy Legal Innovation. Хольгер, пожалуйста. Спасибо, Александр. Так, включу. Включу. Да. Слышно, да? Хорошо, да. То есть у меня коллеги... Да? Давайте так. Да. О, совсем другое дело. У меня немножко другая тема не регулирования, не прайвиси, а любимая тема на сегодняшний день у юристов, как влияет искусственный интеллект на их работу и когда он их заменит. То есть любая дискуссия среди юристов через пять минут заходит на эту тему. То есть когда мы поговорим о возможностях и ограничениях больших языковых моделей, то я всегда вспоминаю вот это сравнение из прошлого года Чача-Бетти с попугаем. И естественно на сегодняшний день технологически это сравнение уже не совсем корректное, но и не совсем справедливое. Но по сути авторы этого сравнения прав, потому что у больших языковых моделей нет такой задачи давать разумный и полезный ответ. Нет, просто есть задача давать хоть какой-нибудь ответ. Но при всем этом нельзя забывать, что все эти модели очень быстро развиваются. Эта технология очень-очень сильно двигается вперед. То есть если мы вспоминаем результаты миджорны на первый день появления с тем, что миджорны и другие модели дают на сегодняшний день, это как день и ночь. Поэтому и это произошло в течение полтора лет. То есть эти технологии большие языковые модели, ну от силы 6 лет, а на практике они применяются всего полтора года. Поэтому сейчас давать какие-то оценки и тем более прогнозы, что будет через 5 или 10 лет. То есть какими возможностями будет оплодать GPT-10, никто не знает, не я знаю и даже разработчики этих моделей. Другой показатель скорости развития этих моделей, это объем информации, которую эти модели могут перерабатывать ну как бы одним ходом, если всего полтора год назад версия GPT-3.5, на котором первая версия GPT-3.5 была основана, мог отрабатывать 3000 слов, то сейчас последний модел 1.5 Gemini от Google может отрабатывать 700 тысяч слов. Для сравнения это больше, чем слов в романе «Война и мир». Это колоссальный скачок за очень небольшое время. И если вот с такими темпами дальше развивается, но колоссальный стик вперед будет. И на самом деле вот эти три фактора влияния на развитие ИИ, они уже не являются барьерами. То есть математика очень сильно развивается с притоком людей. То есть математикам всегда интересно решать очень комплексные проблемы, поскольку в искусственном интеллекте, особенно в генеративном искусственном интеллекте, появились большие деньги и очень большие вызовы для математиков. С этим особых проблем нет. То же самое с чипами особых проблем нет. То есть опять же туда вкладывать большие деньги, технология развивается. Вот последний единственный барьер это данные, доступность данных для обучения этих моделей. И даже эта проблема сейчас, я думаю, что скоро будет решаться, когда появятся модели монетизации этих данных, которые есть у разных обладателей. Если мы посмотрим на технологию, особенно в аспекте, как эта технология может использоваться в работе юристов, да, у юристов довольно специфическая работа. Мне всегда понравилось определение британского программиста Steven Deal, определение вот этих моделей, больших языковых моделей, как черный ящик, стокхастический черный ящик. То есть никто не знает, даже заставители этих моделей не знают, как они работают. То есть технологически они понимают, инфраструктурно, они, конечно, понимают, как они работают, но определить при каком входе будет какой выход, это практически невозможно. Никто не понимает. Так же, как мы не понимаем, как работает человеческий мозг, то есть физиологический человеческий мозг у всех одинаков, одни не могут связать двух слов, а другой пишет романы «Война и мир», да, один мозг, разные результаты. И как это все повлияет на работу юристов, то есть я специально выбрал вот эту картинку, аллегорию лягушки, которая находится в кастрюле с водой и не понимает, если очень медленно поднимается температура воды, лягушка не понимает, что через какое-то время превращается в суп. Юристов в примерном положении, то есть сейчас медленно, постепенно повышается температура, но они это пока не заметят, не в той степени. То есть пока юристы метаются между двумя экстримами, это страх, неопределенность и недоверие или сомнение, и с одной стороны, с другой стороны, страх что-то пропустить. Мы опять вернулись к этой дискуссии замены живого юриста алгоритмами, которые уже то появление генеративного искусственного интеллекта появился. Из-за этого, из проблем в больших языках модели с некорректностью результатов, неопределенностью результатов, очень сильно юристы сомневаются в их полезности, потому что у юриста все должно быть четко. Все ответы должны быть правильными. И тоже связанные с применением в больших языках моделей рисков, потом еще будет отдельный слайд по рискам, это тоже повлияет на определенное недоверие юристов к этим моделам. Но в целом они, конечно, работают, они уже работают сегодня, могут заменить определенную долю работы юристов, они очень повлияют уже на операционный модел, то есть вот это старый операционный модел, что вся работа делается живыми юристами, меняется в сторону того, что за живыми юристами остается определенная доля работы, а часто уходит алгоритмом. И в итоге, конечно, это все будет повлиять на бизнес-модел юристов, то есть, который основан на продаже времени, вот эта подчасовая оплата, а вся эта парадигма рухнет, когда генеративный искусственный интеллект может сократить в разы время на опработку какого-то запроса, какое-то решение, какой-то юридической проблемы. То есть если вы анализируете договор в течение недели, и генеративный искусственный интеллект может это сделать за час, но еще раз, вся эта система рухнет, и это уже происходит. При этом большие языковые модели очень хорошо накладываются на работу юристов, потому что работа юристов основана на языке, то есть на обработке текстовой информации, законы, все результаты и до и после судебного распирательства, большинство это происходит на словах, то есть иски, жалобы и так далее. И решение суда тоже, это все на основном языке. И контракты, естественно, это все язык. Ну здесь несколько примеров использования искусственного интеллекта в работе юристов, то есть расстелим это на чисто юридическую работу, то есть юридическая экспертиза и на операционную работу. Лучше всего применяется это пока еще на операционную работу, потому что там результаты особо не надо проверять. Использовать генеративный искусственный интеллект в юридической работе я посоветовал только, если вы как юрист очень хорошо знаете, чем вы занимаетесь, потому что все эти результаты, конечно, надо проверять. Если вас интересуют вообще юзкейсы, кейсы применения искусственного интеллекта в юридической работе, вот компания RG Gotar сделал целый сапарк этих юзкейсов, посмотрите в свободное время. Вернемся к ограничению больших языковых моделей, то есть ограничению по объему текстовой информации, ну мы уже видели, потихоньку это уходит, вопрос специфической информации тоже решается, другие вопросы тоже решаются, но пока еще этим общим большим языковым моделям полностью доверять именно в работе юристов нельзя, вот эти сверху перечисленные, да, это общие модели, поэтому должны появиться специализированные для юристов модели, они уже появятся, то есть один из примеров это GigaLegal от Spera или модел КЛ-3М от Kevin Legal, то есть это специально обученные юридические информации, модели для, большие языковые модели для юристов. Есть еще время? Пару секунд. То есть когда мы говорим о регулировании, да, то есть достаточно читать одну такую новость из прошлой недели, и понятно, что каким-то образом большие языковые модели регулировать надо, да, то есть без регулирования будет достаточно сложно, но при этом надо подходить, как и во всех остальных сферах бизнеса и деятельности, очень корректно, да, потому что еще раз, большим языковым моделям на практике всего полтора года, и можно просто затушить развитие этих моделей, этой технологии, если сейчас очень сильно ограничить. Хотя риски есть, то есть я здесь перечислил, вот основные четыре группы рисков, это неточность, то, что очень сильно мешает юристам предсвятость, потому что эти модели обучаются на нашей информации, которую мы как люди генерируем, а мы априори предсвятые, регулирование и защита данных, да, то есть защита данных, в общем, ну, несколько крупных компаний это уже испытывали на собственной шкуре, когда их закрытые данные появились в этих моделях. Ну, здесь еще две примеры, как люди, ну, мы всегда должны исходить из того, что всегда кто-то впереди нас, который будет попробовать сломать и использовать любую систему в свою пользу, это уже происходит, это тоже временные какие-то примеры, но, тем не менее, с этим надо бороться, но, опять же, вопрос, если слишком сильно урегулировать какую-либо технологию, она будет развиваться в другом месте, да, то есть при современном мире кто-то этим будет заниматься, люди клонируют, наверное, втихаря уже, так и будут развивать большие языковые модели там, где нет регулирования, поэтому к этому вопросу надо подходить очень тщательно. Все, спасибо за внимание, если я думаю, что организаторы предоставляют информацию, что я понимаю, что очень быстро пробежал, можете подписаться на мой канал, там тоже выкладываю полезную информацию, если есть вопросы, пожалуйста. – Коллеги, спасибо большое, Хольгер. Коллеги, у нас сейчас по времени мы как раз вот идем ровно, поэтому давайте, если у вас будут вопросы к Хольгеру, пожалуйста. – Свяжите со мной, я всегда рад. – Да, в окончании нашей секции или после вот по контактам. Единственное, Хольгер, у меня вот буквально на минутку вопрос. Мы говорим о помощниках для юристов, и когда речь идет о помощниках для юристов крупных компаний или даже мелких, это условно проблемы самих компаний, и, как правило, там есть специалисты, которые могут с этим справиться. Но тот же самый Сберлигал, который уже выкатил помощника для юриста публично, и вот пример города Нью-Йорк показывает, что скоро такие помощники, они будут на более широкую аудиторию. То есть, по сути, в интернете будет доступен искусственный юрист, помогающий обычным людям решить юридические вопросы. Вот его нужно будет регулировать, на ваш взгляд, или нет? И если нужно, то кого вот в качестве стейкхолдера вы бы обозначили, которых стоит привлечь к процессу обсуждения регулирования? Ну, там две стороны, да, урегулировать саму технологию, я думаю, что не стоит. То есть, я думаю, что будет здоровая конкуренция, если алгоритм предоставляет некие юридические услуги, консультации. На определенном уровне для публики это всегда лучше, чем вообще ничего. Если учитываем, что 85% населения по всему миру не пользуются юридическими услугами вообще, то лучше, если это делает алгоритм, чем живой юрист. Но при этом, конечно, вот юридические консультации, которые дает алгоритм, такой помощник юриста, вот эти консультации должны быть правильными. В этой части, я думаю, что должен быть определенный контроль, но частично это урегулирует рынок. То есть, человек, который первый раз получил неправильную консультацию, которую он может получить и от живого юриста, между прочим, да, он идет уже к другому, и рынок этот вопрос тоже урегулирует. То есть, я не ограничил бы возможности алгоритмов давать юридическую консультацию. Но я сам не юрист, поэтому я могу посоветовать это. Юристы могут на это смотреть по-другому. Спасибо большое, Хольгер. Коллеги, Сергей. Наш следующий спикер Сергей Ватиков, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Pix Robotics, председатель кластера RPA в РАЭК, основатель НАРПА Академии по подготовке РПИ-специалистов и председатель комитета по искусственному интеллекту Россофт. Сергей, прошу тебя. Слово тебе. Раз, раз. Хорошо слышно. А будьте добры, поставьте мою презентацию. Спасибо. Коллеги, друзья, Я хотел бы поблагодарить предыдущих спикеров за великолепные доклады. И я как раз не являюсь представителем юридического сообщества, а больше представляю компании, которые занимаются разработкой. Ну, грубо говоря, тот человек, который поджигает огонь под кастрюлей с супом, это как раз я. О чем хотел бы поговорить? Ну, во-первых, сейчас очень много искусственного интеллекта. Ну, прямо очень много. Мы же видим, что все журналисты пишут, консультанты консультируют, политики рассказывают про искусственный интеллект. Научные деятели клянчат гранты, чтобы им дали деньги, чтобы они занимались искусственным интеллектом. Маркетологи, футурологи. И я мечтаю о том времени, когда все это закончится, и мы спокойно начнем работать с коллегами из юридических департаментов. Потому что работы очень много, и иногда этот лишний шум мешает. Ну, потому что сбивает с толку. И иной раз мы слышим в Совете Федерации такие слова там, что искусственный интеллект калечит наших детей. Ну, почему он калечит? Что там? Ну, вот американское кино, наверное, тоже калечит наших детей. Ну, это никто же не запрещает это. Ну, это я так. Вот смотрите, у нас в правой стороне есть данные Росстата о том, сколько человек сейчас живет в нашей стране и какая средняя зарплата. Я хотел бы немного вот об этом сказать. Дело в том, что это средняя зарплата с учетом Москвы, Петербурга. Да, а так, конечно, ну, если взять, если убрать эти два региона, то там сильно ниже зарплата будет. Вот. И вот эта вещь, она мешает развиваться технологиям. То есть бизнесу невыгодно внедрять искусственный интеллект, ну, я имею в виду среднему бизнесу, малому бизнесу, потому что дешевле нанять людей, которые работают за еду где-нибудь в регионе. Вот. И вот это вот сейчас я с огромным удовольствием вижу, что пошел государственный тренд на изменение этой системы. увеличивается минимальный размер. Не помню, как правильно расшифровывается. МРОД. Это значит, что государство смотрит в эту сторону и хочет поменять экономическую модель. Вот. И, конечно же, это даст толчок к развитию технологий. Смотрите, еще я хотел бы поговорить о том, что вот все вы как пользователи, как обычные граждане слышите о том, что искусственный интеллект совершил то или иное преступление. Ну, то есть, вот, например, в Южной Корее манипулятор убил человека. Да? Ну, то есть, как бы, это плохо очень. Искусственный интеллект, по идее... Ну, первая мысль – запретить манипуляторы на заводах. Да? А почему не углубиться и не понять причину, ну, как служба безопасности не оградила все это дело, чтобы ни в коем случае не было контакта человека с манипулятором. Вот. Потом второй пример, когда мошенники при помощи дипфейк-технологии убедили финансиста перевести 25 миллионов долларов. По-моему, это доллары были... Ну, то есть, если перевести какие-то неамериканские... В общем, если перевести в русские рубли, то это сумма больше, чем 2 миллиарда рублей. То есть, как все это происходило? Сначала этому сотруднику отправили сообщение о том, что нужно сделать перевод. Он отказался. Молодец. Ну, ему назначили видео-встречу по ВКС. Да? И на этой встрече присутствовали его руководитель и там еще другие сотрудники. И его убедили, что нужно сделать этот перевод. Вот. Казалось бы, опять искусственный интеллект виноват. Да? Ну, надо его наказывать как-то. Но, с другой стороны, есть же еще корпоративные политики, когда, допустим, крупные сделки должны пройти через совет директоров. Ну, и то есть, на самом деле, и этот совет директоров, наверное, не должен быть, ну, там, в ВКС или еще как-то. Ну, то есть, вот здесь вот огромное поле для работы как раз юристов, безопасников, для того, чтобы мы научились жить вместе с искусственным интеллектом безопасно. Да? Это не значит, что надо искусственный интеллект запрещать. Это значит, что надо вырабатывать новые правила жизни. Вот. Ну, и третий пример, когда нейросети научились писать компьютерные вирусы. Ну, здесь, на самом деле, у нас в стране, в принципе, все неплохо обстоят дела. То есть, работают Наталья Касперская, Лев Матвеев, ну, множество компаний по кибербезопасности, которые занимаются и просвещением, и создают специальное ПО, которое не позволяет нам быть атакованными вирусами. Поэтому здесь, ну, я просто хочу сказать, что на самом деле у нас очень много работы, вот у нас в отрасли и, соответственно, у юристов всех, то есть корпоративных юристов, государственных юристов, каких-то министерств, департаментов. То есть, нам нужно сейчас очень серьезно пересмотреть правила нашей жизни. Вот. И ни в коем случае не уходить в запреты, в запреты технологий, потому что эта технология, она сейчас необходима нашей стране. Вот. Что сейчас происходит? То есть, по сути дела, в первую очередь, сейчас существует стратегия развития искусства интеллекта, обновленная стратегия, подписанная президентом, и в ней говорится о том, куда будет развиваться, какие средства будут затрачены на это дело, и там совершенно однозначно описан путь развития искусства интеллекта. К сожалению, я не указал это на этом слайде, но это пункт номер ноль. Потом следующий пункт. Создан глоссарий. То есть, при помощи сотрудников физтеха, физико-технического института, университета, создан глоссарий, который объединяет всю терминологию, которая используется в искусственном интеллекте, на русском языке. Потом создан кодекс этики искусственного интеллекта. На самом деле, кодекс этики – это то, что является рекомендательным законодательством. То есть, когда это регулирование, такое мягкое регулирование, когда не с помощью запретов и штрафов, как в Европе это происходит, это когда мы создаем какой-то проект закона, его опробуем в жизни, и после этого, я думаю, что эти все устоявшиеся уже законодательства появятся в цифровом кодексе. Цифровой кодекс пока находится в такой стадии, что в стадии разработки есть только проект этого цифрового кодекса, довольно сырой, но я думаю, что мы с коллегами будем работать над этим. Ну и, конечно же, идет работа в экспертных советах, в группах, в рабочих группах, при РАЭК, при Минцифры, ну и так далее. Вот, поэтому работа идет довольно серьезная, и я думаю, что мы примем все правильные решения, которые никак не затормозят развитие искусственного интеллекта. Ну, пожалуй, все, что я хотел сказать. Может быть, есть какие-то вопросы? Спасибо большое, Сергей. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Смотрите, над цифровым кодексом работаем не в РАЭК, то есть, ну, существует экспертный совет, который занимается вот этим вопросом, и в экспертном совете есть люди и из РАЭК, и из других ассоциаций, и от Минцифры, ну, то есть, и от IT-комитета Госдумы. Вот, этого кодекса, я не помню, что было пять лет назад, честно говоря, наверное, там что-то перешло в новый. То есть, сейчас есть проект цифрового кодекса, который, мне кажется, не очень удовлетворяет нуждам IT-сообщества, потому что сейчас есть запрос от связистов. Ну, то есть, вот, отрасль связи, она требует регулирования срочного. IT гораздо меньшей степени, а если сузится до искусственного интеллекта, то там просто вообще не требуется жесткого регулирования сейчас. Потому что есть примеры, когда по всему миру, когда жесткое регулирование привело к затуханию технологий, и, в общем-то, в Европе мы не знаем ни одной прорывной технологии, которая сравнима была бы с китайскими или с американскими. Спасибо за вопрос. Спасибо. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Так, у нас еще есть две минутки. Сергей, у меня к тебе вопрос. Вот подскажи, у тебя тема как раз звучит. Необходимость регулирования правил вокруг искусственного интеллекта, а не регулирования развития самого искусственного интеллекта. Вот в двух словах. В чем принципиальная разница такого одного регулирования, отличие от второго? Ну, можно привести пример. Например, когда мы регулируем утечки данных. То есть сначала, в первую очередь, у нас отрегулировалось что? Мы ввели штрафы за утечки данных. А почему бы не сделать так, чтобы, допустим, преступники, мошенники, которые используют искусственный интеллект для того, чтобы эти данные похитить, почему бы не сделать так, чтобы это было отягчающим обстоятельством использования искусственного интеллекта? То есть регулировать надо с двух сторон. То есть, во-первых, чтобы регулирование убирало первопричины какие-то негативных последствий. Мы обычно уже начинаем хвататься за голову, когда уже все, когда все пароли уже в Даркнете. Да, и вот я думаю, что у большинства присутствующих здесь уже попытки взлома были там везде, и в ВКонтакте, и в Телеграме, и где угодно. Вот. Поэтому, мне кажется, надо в первую очередь регулировать, чтобы и постараться, чтобы это было неотвратимо. Ну, то есть, если ты используешь для мошеннических схем или там для других преступлений искусственный интеллект, должно быть наказание в два раза жестче. Хорошо. Спасибо большое. Тогда мы переходим к следующему выступающему. Алена Герасченко. Алена-эксперт компании Privacy Advocates. Также 7 лет работает в информационной безопасности защите персональных данных. 5 лет уже преподает. И является в том числе организатором Всероссийской конференции к защите приватности 2024 года в Высшей школе экономики, да, насколько я понимаю. Алена, тебе слово. Всем добрый день. Можно презентацию включить? Да, я сегодня представляю Privacy Advocates, и хотелось бы поговорить о рискориентированном подходе в проверках и о том, как это в целом у нас примиряется стороны правоотношений в цифровой среде. Поговорим, конечно, применимо к обработке персональных данных, потому что эта область наиболее активно развивается, и там наиболее явно проявляется этот рискориентированный подход. В послании президента в 2024 году совсем недавно было декларировано, что с 2025 года у нас мораторий может прекратиться на проверке, и поэтому должен произойти полностью переход к рискориентированному подходу. Что это значит? Это значит, что пугать всех операторов персональных данных, коих теперь очень много, 2022 года, все подаются в реестры. В общем, их не стоит пугать масштабно, и достаточно проводить градацию операторов по рискориентированному подходу, определять, какие относятся к высокому, какие к низкому, и уже в зависимости от этого проводить профилактические визиты, ну или контрольные мероприятия. В общем-то, основная цель рискориентированного подхода – это выявление действительно рискованных участников правоотношений в цифровой среде. В зависимости от того, какой риск присуждается, субъекту определяется содержание, интенсивность и результаты контрольных, надзорных, профилактических мероприятий. Все это действительно хорошо. Почему? Потому что, во-первых, это про умное регулирование, то есть критерии отнесения к тому или иному риску, они четкие, они понятные, они юридически грамотные, выверенные. Во-вторых, это протраченное регулирование, потому что каждый оператор, каждый субъект, каждый орган может посмотреть на эти критерии, выявить свою относимость к той или иной категории. Ну и, как бы это страшно ни звучало, это про принудительное саморегулирование. То есть, по сути, благодаря рискориентированному подходу субъекту правоотношения наделяются проактивной позицией в части соблюдения требований законодательства. Это действительно хорошо, поскольку не ставят оператора, субъекта правоотношения в какую-то позицию страха, а все-таки в позицию того, что есть риски, риски для субъектов, риски для людей, риски для бизнеса. И все это примеряет стороны между собой и упрощает взаимодействие. Вот на экране такое совсем схематичное изображение взаимоотношений в цифровой среде между операторами, между органами власти, субъектами, иными операторами. И отдельно я выделила операторы единобиометрической системы. Между ними возникает действительно много споров. И рискориентированный подход, он как раз нацелен на то, чтобы все они жили в итоге дружно. Рискориентированный подход – это про определение группы тяжести, группы вероятности. И все это вместе определяет категорию риска. Вообще это про превентивное право, потому что благодаря тому, что каждый субъект знает о том, с какой вероятностью он готов. Не готов, да? А может что-то нарушить, какая у него тяжесть этого правонарушения. Может быть, в зависимости от этого он может определять то, как он будет выстраивать в дальнейшем свои бизнес-процессы и взаимодействовать с госорганами. Здесь интересен пример западных коллег. Они, кстати, оценивают не только степень тяжести, не только вероятность, но также длительность. Вот здесь хотелось бы акцентировать внимание, потому что юридическое сообщество в курсе про длительные правонарушения. И это действительно интересная тема, поскольку какой-нибудь оператор может довольно длительно не исполнять какое-то требование 152-го закона. И это тоже можно было бы оценивать при присуждении той или иной категории риска. На экран я вывела примеры того, какой оператор может относиться. Безусловно, к высокому риску будут относиться те, кто обрабатывает биометрические данные, имеют базы за рубежом, может быть, передают персональные данные в страны, не обеспечивающие адекватную защиту. Ну и, безусловно, к низкой категории риска относятся те, кто обрабатывает данные менее тысячи субъектов, которые не состоят в реестре операторов персональных данных. И таких субъектов становится все меньше, потому что цифровые правоотношения развиваются и все вовлекаются в интернет-среду. В целом, что позволяет рискоориентированный подход оператору? Он позволяет определять свои бизнес-процессы лучше. Он позволяет проявлять мотивацию в регулировании своих бизнес-процессов. Он позволяет корректировать их с учетом правовых подходов. И в этом тоже проявляется плюс этого подхода. Также один из инструментов рискоориентированного подхода – это опросные листы Роскомнадзора. В них выделено 67 контрольных вопросов. И эти вопросы находятся в открытом доступе. И все они так или иначе отражают категории риска. Можно их соотнести с ними. И субъекты персональных данных тоже могут с ними ознакомиться и понимать степень риска для себя. Ну и в заключении своей речи можно сказать еще раз, что рискоориентированный подход позволяет субъектам корректировать свои действия в течение времени. То есть это не единоразовая какая-то акция. Все-таки процессы не стоят на месте. И в целом позволяет находиться в более плотном контакте с органами власти при профилактических мероприятиях, при контрольных. И субъектами персональных данных также, поскольку без взаимодействия с ними бизнес не сможет выстраивать свой бизнес-процесс по обработке персональных данных. У меня все на этой радостной ноте. Буду рада ответить на вопрос. Спасибо большое, Алена. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Так, пока нет. У меня следующий вопрос, Ален. Если я правильно услышал, то это как раз рискоориентированный подход или индикатор риска. Это пример того позитивного регулирования, которое достигло цели сбалансировать интересы всех заинтересованных сторон. Вот можешь ли ты рассказать в целом, в чем это выражается? То есть прав ли я, во-первых, так ли ты это видишь, что это именно позитивный пример? И в чем вот этот баланс в итоге проявился? Как учтены интересы всех сторон в этом отношении? Государства, бизнеса, компаний и людей? В первую очередь рискоориентированный подход разгружает органы власти и позволяет им акцентировать внимание на реально опасных бизнес-юнитах. Это, с одной стороны, примеряет органы с компаниями, поскольку позволяет контролировать именно те организации, которые этого заслуживают, действительно заслуживают. Если говорить про компании, которые относятся к низкой категории риска, к средней категории риска, то в отношении них проводятся профилактические визиты. Например, профилактические визиты проводятся просто посредством ВКС. И это дружелюбная беседа с представителями контрольных надзорных органов. И это тоже позволяет органу в мягкой форме корректировать действия бизнеса, уточнять, по какой модели он ведет обработку, все ли соблюдает, есть ли какие-то вопросы. Если говорить про бизнес и субъекты в персональных данных, то здесь больше перекос идет в сторону, конечно, бизнеса, потому что он применяет этот риск-ориентированный подход для цели защиты субъектов персональных данных. Субъект персональных данных здесь воплечены по касательной, не совсем напрямую. Они могут только направлять запросы, какие-то требования операторам. Но операторы также учитывают эти запросы в своей деятельности и корректируют подходы, опять же, накладывая их на кальку риск-ориентированного подхода декларированного законодательства. Надеюсь, ответил. Да, спасибо большое. Я хотел бы упомянуть, что, видимо, индикатор риска, риск-ориентированный подход, это то, что в том числе показалось хорошим результатом для государства, потому что как раз на следующей неделе будет круглый стол в Совете Федерации по индикаторам риска, как основание проведения контрольно-надзорных мероприятий. Посмотрим, как будет развиваться регулирование в этой области. А у нас идет в том числе онлайн-трансляция нашей секции. И вопрос Сергею. Сергей, у тебя есть вопрос онлайн. Где найти уже имеющийся на сегодня вариант проекта цифрового кодекса и кому конкретно можно подавать предложение по нему? Раз-раз. Ну, слушайте, проект там действительно на две странички, его, я думаю, что нет смысла искать. Вообще по поводу цифрового кодекса надо немножко успокоиться, да, потому что это работа, ну, лет на пять. Ну, то есть лет на пять в рабочих группах их надо закрывать, наверное, на неделю, чтобы они генерировали какой-то текст. Вот, а так, по сути дела, сейчас за это отвечает, за все за это, мне кажется, отвечает Минэкономразвитие, конкретно Колесников. Вот, мне кажется, надо на министерство писать туда и вам дадут все ответы касательно, это касательно искусственного интеллекта. Если вот вам в разрезе цифровой, искусственный интеллект в цифровом кодексе, что будет, да. А так, вообще, за все за это, наверное, больше отвечает IT-комитет Госдумы. Вот, то есть, ну, вот, официальные источники, можно в них запросы посылать и, я думаю, они ответят. Спасибо. Наш следующий выступающий София Завуцкая, IPIT-юрист, преподаватель, магистр права интеллектуальной собственности НИО Высшая школа экономики. Прошу, София. Да, спасибо большое, Александр. Ну, мы уже все немножечко информационно присытились, я постараюсь быть очень понятной, в нужной мере краткой, иллюстративной, и я искренне надеюсь, что интересной. Моя тема – это робоэтика, чудеса законодательной техники или инструкция к применению. Ну, первое, что стоит сказать, это то, что ответственность за данный вопрос лежит на всех нас. Очень часто, когда я разговариваю с коллегами, и далеко не только с юристами, все говорят, так ответственность на разработчиках. Вот они придумали, они это выпускают, они это реализуют, вот они и должны разработать все эти правила. Но на самом деле, давайте задумаемся о том, что искусственный интеллект – это обучаемая модель. И у него есть не только то, что заложили в него его разработчики, но и то, что он приобретает из общения с нами, то есть это тот определенный опыт. Как следствие, я считаю правильным тезис о том, что мы все должны каким-либо образом немножко менять паттерны своего поведения и соответствовать цифровой реальности. Далее. Ну, первое, что стоит отметить, говоря о данных вопросах, это разработка приоритетов. Сейчас уже существует очень много актов, которые сегодня мы упоминали, это и определенные рекомендации, в частности, это прекрасный кодекс в сфере этики искусственного интеллекта от Альянса. Также есть похожий кодекс от Совета Европы. Кроме того, есть даже несколько деклараций на этот счет. И их объединяет одно. Во-первых, это центристский подход вокруг фигуры человека. То есть у нас права, основные свободы человека являются высшей ценностью. И когда мы разрабатываем, развиваем искусственный интеллект, он функционирует, мы должны помнить о том, что вот этот подход, он лежит в основе. Также данные акты, я с этим согласна, регламентируют факт того, что искусственный интеллект должен уметь соблюдать закон, должен помнить о том, что воля человека, она свободна. И кроме того, он должен быть абсолютно недискриминационным и руководствоваться этими принципами всецело. Далее следует сказать про дифференциацию ответственности. Когда я IP-юрист, то есть я работаю в сфере искусственного интеллекта, связанного именно в праве интеллектуальной собственности, и мы с коллегами очень часто на разных конференциях, да и просто в формате личных бесед обсуждаем, а кто будет нести ответственность, когда искусственный интеллект украдет чью-то условно картинку или будет обучаться. Так, коллеги воедино говорят, так это вот человек, но это не просто человек, а либо разработчик, либо лицо, которое это сделало и так далее. То есть они сужают эту ситуацию до использования просто фигуры человека. Но давайте с вами задумаемся о том, что у нас есть разные модификации данных ситуаций. То есть мы должны разрабатывать этическое регулирование в контексте взаимодействия робота с роботом. То есть когда взаимодействует один искусственный интеллект с другим искусственным интеллектом, робот с хозяином и робот взаимодействует с окружающими. Ну, разумеется, основной нормой в данном случае будет являться, что искусственный интеллект не может каким-либо образом навредить человеку, и робот должен служить не своему хозяину, а именно всему человечеству в целом. Ну, далее стоит сказать про противоречия интересов. Когда разрабатывается этическое регулирование, мы должны помнить о том, что у нас есть различные заинтересованные лица. Это разработчики, которые очень хотят побыстрее внедрить искусственный интеллект. Это государство, которое заинтересовано в обеспечении безопасности. Также это потребитель, который хочет получить максимально быстро и максимально дешевую адаптивную модель, которая учитывала бы его все поведенческие факторы и была удобной. Ну, и в заключении я хочу сказать о такой важной составляющей этического регулирования как гарантии. Я анализировала, готовясь к выступлению, кодекс Альянса, и там у нас заложены факты добровольной сертификации, факты безопасности передачи данных. И в этом случае, конечно, я считаю, что очень важным направлением разработки этического регулирования в сфере искусственного интеллекта будет укрепление соблюдения данных гарантий. Ну, и в качестве вывода скажу, что у искусственного интеллекта возможна воля, данная воля является обучаемой, и мы с вами должны помнить данный тезис при взаимодействии с искусственным интеллектом. Спасибо большое. На этом у меня все. Буду рада вашим вопросам. Спасибо большое. Коллеги, какие вопросы есть к нашему выступающему? Пока нет. София, вы знаете, у меня пара вопросов есть. Первое по поводу названия, вот робоэтика. В принципе, юристы, они не особо любят регулировать этические вопросы. Считается, что это такая область, которая очень тонкая, и там очень сложно регулирование найти. Почему вдруг с искусственным интеллектом все, ну, очень многие говорят именно об этике и о том, что нужно регулировать вопросы этики, хотя обычно право дистанцируется от этого? Первый вопрос. Ну, мне кажется, что ответом на данный вопрос будут являться последствия, которые могут для нас, как для юристов, проявиться. Потому что если мы не будем регулировать этический аспект, то это в дальнейшем повлияет. Но у нас же как? У нас сначала формируется в большинстве своем общественное отношение, а потом мы, экспост, пытаемся написать закон. Но если мы изначально будем пытаться, ввиду того, что искусственный интеллект это такое очень интересное, очень с заявкой, с огромной заявкой на будущее, машина такая и в принципе штука, то мы должны, наверное, задумываться об этике просто потому, что это сильно на нас, на нашу правовую действительность может влиять ввиду потенциала развития искусственного интеллекта. Спасибо. Да, вот Сергей, вопрос. Не, я хотел не вопрос, а комментарий. Можно? На самом деле мы часто под искусственным интеллектом подразумеваем большие языковые модели. Вот GPT-чаты, там, Giga-чаты, Яндекс-GPT. Вот. И вот именно в этом это одно из направлений. То есть там их, наверное, больше 20. То есть есть искусственный интеллект, который называется техническое или компьютерное зрение. Есть голосовые модели всевозможные и так далее. То есть мириады всего. И языковые, большие языковые модели – это одно из направлений. Так вот, если рассматривать остальные все, в том числе еще есть направление роботизации, программной роботизации, и вот в этих направлениях никогда не возникало вопроса этики. Вообще никогда. Ни в компьютерном зрении, ни в роботах, нигде. Вот. А с появлением больших языковых моделей, с появлением хайпа на них, да, этот вопрос встал, потому что пользователь, обычный человек, начал общаться, задает вопросы о Боге, задает вопросы там о патриотические какие-нибудь. И модели, обученные на странных данных, отвечают странные ответы. Поэтому вот именно вот эти вопросы сейчас возникают. Мне кажется, это очень временно. То есть, ну, во-первых, мы научимся, то есть, мы сейчас часто говорят, что искусственный интеллект – это такая черная коробка, никто не знает. Ну, поверьте, мы научимся управлять этим. Ну, то есть, на самом деле, все там проблемы в данных, на которых обучается искусственный интеллект. Вот. Извините, я так вот, ну, могу об этом говорить сто лет примерно. Хорошо. Спасибо, Сергей. Коллеги, есть какие-то вопросы у меня появились? У меня есть еще один вопрос. Вы знаете, как интересно, вы, София, упомянули про то, что у обычных людей, да, вот там, у общества, как субъекта правоотношений, есть интерес в том числе в развитии технологий. И в том, чтобы искусственный интеллект и вообще вот там приложения, условно, на смартфоне, они гораздо были применимы ближе ко мне, чтобы они мне могли выдавать рекомендации, чтобы мне было легче искать и так далее. Обратной стороной этого является то, что искусственный интеллект получает обо мне все больше и больше информации. Вот коллеги, рассказывавшие про персональные данные, как раз затрагивали вопрос этого регулирования. У меня в связи с этим вопрос. У нас обычно в законодательном регулировании присутствует в обсуждении, как заинтересованная сторона государства, которая берет на себя роль защитника людей в части обеспечения безопасности. При том, что у государства множество интересов и обеспечения экономического развития, и обеспечения безопасности людей и так далее. Вот вопрос. А учитывается ли, на ваш взгляд, кем-то из заинтересованных сторон вот это желание людей, собственно, развития технического прогресса, которое должно балансировать? И если не учитывается, то насколько было бы полезно, например, участие каких-то, ну, условно, я сейчас условно говорю, там общество защиты прав потребителей или каких-то ассоциаций, которые объединяют и защищают в первую очередь интересы пользователей, как вы думаете? Ну, мне кажется, что в этом случае технический прогресс, он, конечно, тормозится всеми теми тезисами, которые вы сказали, учитывается ли это? Да, учитывается. В нужной ли степени? Непонятно, потому что у нас сейчас вот мы как бы азы азов еще пишем, а речь вообще идет о правах, о данных и так далее. Мне кажется, что чтобы ответить правильно на этот вопрос, нужно находиться, ну, не в 2024, а хотя бы в 2034 году. Вот так. Окей, спасибо. Да, коллега. А можно я тоже отвечу на ваш вопрос? Меня зовут Александр Исавнин, и организаторы отказались писать название моей организации, написав меня самозанятым, поэтому я потом вам скажу. А понимаете, в чем все дело? Можно такую небольшую интервенцию, я думаю? Если коротко, да, прошу. Дело в том, что у вас написано «Balance of Private and Public», но на самом деле паблик – это не стоит. У нас есть баланс частной жизни, да, вот той «Privacy», о которой вы говорите, да. У нас есть баланс «State» того самого стационарного бандита, да, который, так сказать, собирает деньги за защиту. И у нас есть интерес публики, причем публика совершенно разная. Бывает там гражданское общество очень широкое, бывают профессиональные ассоциации, больших операторов, средних операторов, маленьких операторов, любителей персональных данных и так далее. И весь, ну, ваша сессия, предыдущая сессия, еще ряд сессий прошли под эгидой того, что у нас нет общества, да, у нас есть вот государство и там частные компании, интересы которых надо защищать. Соответственно, вы задали вопрос, да, есть ли какие-то ассоциации, которые защищают. А в России нет. Вот вы здесь члены кластера «РАЕК», а «РАЕК» ни разу не ассоциализирует. «РАЕК» это абсолютная история про утверждение чего-то, что хочет государство. Да, мои студенты четыре года назад делали работу, ну, правда, не про «Правоси», да, не про ваши кластеры, которые здесь присутствуют, а про интернет. И оказалось, что все заявления, которые «РАЕК» делает касательно регулирования интернета, идут абсолютно инлайн, ну, публичные заявления, не знаю, что там внутри рабочих групп, идут абсолютно инлайн с желанием государства там запретить, зарегулировать и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, дорогая София, не 2034 год. Пора, наверное, возражать историю с реальными объединениями, необъединениями, которые имитируют активность нужную государству. Да, ну, хорошая история. Вот студенты у меня исследовали четыре организации «РАЕК», «РАЦИТ», «ИРИ» и еще какую-то. Да, вот четыре организации, которые вроде бы «РАЕК» и «Электронные коммуникации», «ИРИ» и «Инстуд развития интернета», это «АНА», да, то есть там некоммерческая. «РАЦИТ» «Персональное членство», да, то есть вот не индустриальная ассоциация, а объединение. И все они очень публичные, да, вот у нас сплошной «РАЕК», извините, вот здесь там предыдущая сессия была «РАЕК», еще «РАЕК», там, деваться некуда, да. Вот. И все это, да, вот забывает историю о том, что вообще общество, паблик, да, это совсем не стоит, и совсем не «Корпорейшнс» и так далее. Так что я очень надеюсь, что там в следующих интернет-гавернанс форумах все-таки будет тот самый стейкхолдер, который должен быть. Вот. Ну, как бы, организаторы, ну, стыдно, рекламная сессия, private advocates. Ну, ребят, так нельзя. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Коллеги, какие-то вопросы есть к слушателям? Я смотрю, что нет в том числе вопросов онлайн. Тогда большое спасибо выступающим, большое спасибо организаторам за предоставленную возможность обсудить эту тему, и надеемся, что у нас будет больше, больше позитивных, больше положительных примеров регулирования, в том числе с участием общества и общественных организаций. Спасибо большое, коллеги. АПЛОДИСМЕНТЫ